Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня я пришла на грядочку с виолами и решила вам показать, как виола пережила 12-градусные ночные заморозки. Я раньше никогда не задумывалась, какой именно мороз может пережить виола. У меня как они зимовали, прекрасно переживали зимние морозы и минус 30, и минус 40, но это было зимой, когда они были укрыты снегом. Сейчас снега нет, но морозы у нас продолжаются, а так как я решила делиться своим опытом с другими, я теперь наблюдаю за ними, умрут они или не умрут. Вот они уже некоторые начинают цвести, некоторые еще только с бутонами. Еще раз повторяю, вот у нас низинка, сегодня у меня было минус 12 градусов мороза. Вот они виолы как цвели, так и цветут, и вы видите, что листья даже, можно как сказать, и не прихвачены, бывает, вот как прихвачены они делаются прозрачными, они не прихвачены, они не приморожены. И под зимний посев, чем удобно, что вот они сейчас только оттаили, и они сразу начнут цвести. Я же вам показывала, что некоторые уже цветут. Вот эти я посеяла в конце июля, немножко рановато, надо было попозже, они уже зацветают. А есть вот у меня посадка, вот, я сеяла в августе, эти мне кажется проще пережить, они еще маленькие, у них бутончиков нет, замерзать нечему. Они сейчас только мороз пройдет, они сразу начнут цвести, я их высажу за ограду, там у меня есть специальная такая полоска для них. Ну а вот эти вот, которые я садила в июле в конце, они, конечно, не вовремя, видите, как они набирают бутоны, стараются расцвести, но в это время у нас очень большие морозы, высокие ночи, низкие температуры наоборот. Вот это еще раз доказывает вот такое состояние виол, что все-таки лучше их садить осенью под зиму и весной получать сразу взрослые роскошные букеты. Вот этот маленький видеоролик был посвящен именно виолам, когда вот вы задумаетесь, когда их сеять, осенью или весной. Весной, чтобы дома не, ну как, не занимать место на подоконнике, посеять их в огороде осенью. Я когда буду сеять, сниму видеоурок. Все, до свидания.